Итак, мы сегодня начинаем. Уже по-настоящему изучать теорию групп строго. В прошлый раз мы просто обсуждали, что это такое, как были составлены группы преобразований всяких разных объектов. И оказалось, что независимо от объектов у всех этих групп преобразований какие-то есть общие свойства. И в конце концов мы дали определение формальной группы. Я кого-нибудь попрошу за мелом сходить. Сходите, пожалуйста, Дмитрий. Дмитрий. Преобразований, которые оставляют множество самим собой, оказались общие свойства. И вот мы попытались выделить эти общие свойства и их изучать независимо от того, какие там объекты. Мы изучили понятие группы и подгруппы. И построили пример группы. Это была группа треугольника. А также вы познакомились с тем, что такое гомоморфизм и мезоморфизм, с точностью до которого надо эти группы изучать. Потому что изоморфные группы, ну, они с точки зрения теории групп совершенно одинаковые. У них одинаковая структура. И... Ой, спасибо. Тема сегодняшней лекции – основные понятия теории групп. Определение у нас было таким. Группа Ж – это множество. С бинарной операцией. Ну, я двоеточие поставлю, которые имеют следующие свойства. Первое. АВС равняется АВ на С. Второе. Существует такая единица из Ж, что для любого Ж из Ж 1 умножить на Ж равняется Ж умножить на 1 равняется Ж. И третье. Для любого Ж из Ж существует такое Ж в минус 1 из Ж, что Ж на Ж в минус 1 Ж в минус 1 на Ж равно 1. Первое свойство – это ассоциативность. Второе свойство – это существование единицы. ну, вот вопросы были после прошлой лекции. Можно доказать, что эта единица единственная, если существует. Давайте возьмем Е1 и Е2. Пусть две единицы перемножим их. Должна получиться единица. Ну, она должна быть Е1 и Е2. А вот они равны. И третье свойство – это существование обратного элемента, обязательно для группы. Подгруппа. Так вот обозначается. Так же, как принадлежность одного множества другому, только у треугольника острый конец, как знак меньше. Вот такой треугольник. это подмножество группы, имеющее все свойства группы. И мы вот на основании этих понятий должны еще ввести другие основные понятия и изучить как бы структуру группы, какие-то вещи, относящиеся к структуре группы. Первый пункт сегодня у нас это смежные классы. разобьем группу на правые смежные классы. G равняется H на G1 плюс H на Gn. G и T принадлежат к G. Что здесь написано? Каждую букву здесь следует расшифровать. что такое G1, G2 и так далее, Gn. Это элементы группы. Вот эта группа G, она состоит из G1, G2, Gn. Обычно выбирают G1, равные единицы и начинают с единицы номера. Но можно и по-другому нумеровать. Поэтому я так не жирно это написал. Дальше написано H на G1. H это подгруппа. H1 это элемент. Как можно подгруппу умножить на элемент? Поэлементно. То есть H на G1 равно по определению множеству H и T на G1, где H и T это элементы подгруппы и от единицы до M до порядка подгруппы. M это порядок подгруппы. Я модулем обозначаю порядок. Такие обозначения в теории групп. В теории конечной группы они, конечно, используются. Смысла нет так обозначать порядок бесконечной группы. Но бесконечности равен. Все. Там вместо этого размерность. Теперь дальше идет плюс в этой формуле. Что означает этот плюс? Тоже надо объяснять. Дело в том, что в теории групп есть только умножение. Плюс не используется. И вот решили сэкономить знак. Его используют вместо вот такого знака. А знака объединения множеств. Плюс вот в теории групп часто используется вместо... И можете смело писать вот этот знак объединения множеств. Тоже будет правильно, конечно, никаких сомнений. Итак, что мы сделали? Мы взяли первые элементы. Всю подгруппу на него умножили. Потом второе, всю подгруппу. И у нас получились такие классы. Они называются правыми смежными классами. Вот. Давайте их сокращенно называть ПСК. И точно так же можно левые смежные классы определить. G равняется G1 на H плюс Gn на H. Да? А потому что каждый элемент группы в какой-нибудь класс входит. Вот, например, G1 входит в этот класс, G2 во второй, а Gn входит в n-т класс. Все элементы группы входят в какой-нибудь класс. Поэтому мы всю группу разбили, ничего не осталось никаких. Вот. А вот как они устроены, они там какие-то как-то сложно пересекаются или что. Вот об этом говорит теорема Лагранжа. Правые смежные классы не пересекаются либо совпадают. Вот такая теорема. Правые смежные классы не пересекаются либо совпадают. Давайте докажем эту теорему. Мы все подряд доказывать не будем, но это как бы важная теорема. И мы ее попробуем доказать. То есть картинка тут такая. Вот у нас H на G1 а вот H на G2. И вот у них пересечение. Предположим, так, как я нарисовал. Это вот есть предположение противного. То есть вот они вот пересеклись и не совпали, да? Тогда здесь есть какой-то элемент. Давайте его обозначим за G. Который лежит на пересечении. Возьмем этот элемент. G принадлежит H на G1. Значит, существует такой H1, что G равняется H1 на G1. G принадлежит к H на G2. Следовательно, существует такой H2 из-под группы, что G равняется H2 на G2. Все записали. Как написано, так и есть. Написали. Теперь вот эти вот H1 на G1 равняется H2 на G2. Вот получили такое равенство. Раз это один и тот же элемент. Ага, для H1 существует обратный. Давайте на обратный слева умножим. H1 минус 1. G1 равняется H1 минус 1. H2 на G2. Тогда G1 через G2 выражается. Но смотрите, как выражается. Вот это вот H1 минус 1 на H2 точно из-под группы. Потому что подгруппа это часть группы, которая всеми ее свойствами обладает. Там произведение обратный элемент из-под группы, произведение двух из-под группы обязательно из-под группы. Это называется алгебрическая замкнутость. Самое главное в подгруппе это первая строчка. Это я иногда называю нулевое свойство. Когда вы хотите проверить является ли что-то группой, главное проверить алгебрическую замкнутость. Ну или нулевое свойство. Вот по нулевому свойству это. Итак, G1 вот так выражается. Ну давайте какой-нибудь возьмем элемент H из-под группы и слева умножим. H на G1 равняется H на H1 минус 1 на H2. давайте с кубки от возьмем на G2. Вот это вот принадлежит подгруппе все равно. Хоть 3, хоть 5 будет этих множителей. Значит, это тоже к подгруппе мы взяли произвольное место. значит у нас получилось, что H на G1 перебирая H он всегда будет выражаться через H на G1. То есть это этот класс H на G1 есть подмножество того класса. Не подгруппа, тут смотрите, кругленькую я написал принадлежность. То есть это подмножество. Вот мы доказали вложение это называется. Вот это подмножество. То это множество вложено. Прекрасно, но откуда эти наши формулы знают какой мы G за 1 обозначили и какой за 2? Ну или аналогично рассуждая или просто меняя индексы аналогично доказываем что HG2 подмножество так надо писать H на G1. То есть сюда вложение сюда вложение ничего и единственный вывод что они не совпадают. Таким образом вот видите мы предположили что всего один элемент хотя бы есть на пересечении этих множеств а из этого следует что они совпадают. То есть такой ситуации как мы нарисовали никогда быть не может. Впервые я вам на лекции нарисовал совершенно неправильный рисунок ситуация которая никогда не осуществляется. Либо они не пересекаются либо совпадают. Таким образом оправдано название смежные классы это класс это не группы ничего просто такие классы группу разбили на классы такие множество которые не переклассифицировали. Каждый элемент можно сказать в какой класс он попадает и мы так всю группу классифицировали. теперь давайте следствие 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 первое порядок подгруппы подгруппы делит порядок группы ну или в обозначениях так порядок группы делится на порядок подгруппы в школе наверное выучили что тремя точками делимость обозначает целых чисел то есть мы хотим найти подгруппы группы треугольника в ней 6 элементов что тут надо искать подгруппы из двух элементов или из трех элементов ну есть еще из одного и из шести но это мы знаем что такие неинтересные подгруппы их называют несобственными или тривиальными из шести элементов это сама группа из одного элемента это единичка она подгруппа чего угодно но ее неинтересно даже искать а вот из двух из трех элементов подгруппы бывают вот среди делителей И этого числа нужно искать всякие подгруппы. Откуда это берётся, как это доказывается? Раз они не пересекаются, либо совпадают, то значит их классов-то целое число. Ну вот давайте зачеркнём совпадающие, останутся только несовпадающие и непересекающиеся. Все элементы группы разделились на ровненько одинаковые классы. Ну вот, всё, значит, это самый порядок. В каждом классе сколько в подгруппе элементов, значит, а их целое число, этих классов, всё, значит, порядок подгруппы. Делят по ряду группы. Вводят даже такое число, индекс подгруппы в группе. Это просто число непересекающихся классов. Число различных, я напишу, классов. ПСК. Обозначение такое. Ж по Аш. Вот так обозначается индекс. Ж как бы делённое на Аш по модулю. Вот делится, сколько осталось классов. Вот это и есть индекс подгруппы в группе. Можно точно так же индекс считать и по левым смежным классам. Классы разные, но их количество, то есть индекс совпадает. Второе следствие. Индекс равен отношению порядков. То есть Ж по Аш равняется порядок Ж на порядок Аш. Ну вот, мы с вами знаем, что в группе треугольника, представьте себе, что это треугольник, есть С3 подгруппа такая. Подгруппа в Д3. С3 это просто циклическая подгруппа третьего порядка. Поворот на 120, на 240 градусов, единичный элемент. Это подгруппа всей группы треугольника. Ну, вот она из трёх элементов. Какой у неё порядок? Вот, какой у неё индекс точнее? Индекс у неё двойка, да? У группы порядок 6, а у подгруппы 3, значит, индекс у неё двойка, да? То есть в два смежных класса получится, а все остальные зачеркнутся по этой подгруппе. Мы начнём разлагать на классы. Значит, Д3 равняется С3 на единичку плюс С3 на Р плюс С3 на Р в квадрате плюс С3 на П плюс С3 на ПР плюс С3 на ПР в квадрате Я разложил Д3 на правые смежные классы. Давайте я напишу, что за элементы там будут. С3 на 1 это 1 Р в квадрате это вот я просто С3 написал Вот эти фигурные скобки означают, ну, такой мешок с элементами множества, да? И ничего больше порядок не важно просто это множество такое плюс С3 на Р будет Р в квадрате единичка Вот здесь будет стоять Р в квадрате единичка и Р Я воспользуюсь тем, что Р элемент третьего порядка и Р в пятый я не пишу, я пишу Р в квадрате Плюс Теперь давайте П 1 на П это П Р на П это ПР в квадрате И Р в квадрате на П это ПР Я воспользовался тем свойством, которое мы в прошлый раз выводили ПР равняется Р в квадрате на П и наоборот Р на П равняется ПР в квадрате Р, когда перескакивает через П, возводится в квадрат В любую сторону, куда бы ни перескакивало Такое между ними коммутационное соотношение Мы договорились П писать слева И вот мы каждый раз так переписываем, чтобы П стояло слева Плюс Значит ПР здесь стоит А здесь, кстати, ПР в квадрате стоит Тут-то выбора нет Дальше Р на ПР Это ПР в кубе, то есть просто П И Р в квадрате на ПР Это ПР в пятой, то есть ПР в квадрате Здесь что стоит? Надо на ПР в квадрате умножить Р Р на ПР в квадрате ПР в шестой, да? ПР в четвертой, извините Просто ПР, а здесь просто П Вот мы написали все Ну, мы видим, что вот это вот мы написали Это то же самое, просто в другом порядке Зачеркиваем Это просто, ну, это множество, множество Это одинаковое множество Мы его уже написали Ну, кстати, видна теория Малагранжа Либо не пересекается, либо совпадает Ничего другого не получилось Здесь П, ПР в квадрате ПР Эти все лишние Ага, всего осталось два множества Вот, значит, индекс Д3 По С3 Равен двум Вот мы это и проверили с вами Да, так и должно быть По теории Малагранжа 6 разделить на 3 Да, что тут Теперь мы верим в теорию Малагранжа В следующий раз, может быть, и не будем Все выписывать Ну, предлагаю вам в качестве самостоятельного упражнения Еще и левые смежные классы Выписать, запишите Написать левые смежные классы Тоже, честно, все до конца написать Может, вы на семинаре это сделаете Или дома При подготовке к экзамену Еще один пример Давайте геометрические примеры Применения вот этих правых смежных классов Возьмем сначала группу Д3 Группу треугольника Это группа вращения треугольника В пространстве его можно вращать вокруг оси, как мы знаем И переворачивать вокруг медианы Вокруг оси второго порядка Вопрос, какой порядок у этой группы? Ну, мы и так знаем ответ Ну, вот как его посчитать? Давайте посчитаем сначала Вот те преобразования, которые эту вершину оставляют на месте Ну, какую-нибудь верхнюю, например Таких два преобразования Ничная и поворот вокруг медианы на 180 градусов Эти два преобразования Которые оставляют вершину места Всегда под группа Ясно, что любые суперпозиции Преобразования, оставляющие вершину на месте Тоже оставляют вершину на месте Замкнутая съесть, это часть группы Все как надо, это под группа Вот давайте по этой подгруппе Как бы мысленно разложим на правый смежный класс Какие есть классы? Есть классы, которые переводят эту вершину Оставляют на месте Которые переводят в эту и переводят в эту Умножить на 3 Порядок группы D3 Равняется порядок подгруппы Умножить на индекс, на количество правых смежных классов Итого 6 Это мы просто проверили ответ, который мы знаем А давайте тут теперь Еще один ответ, который мы тоже знаем Для группы квадрата проверим D4 Извините, D4 D4 То же давайте Сколько преобразований оставляют вершины на месте? Два преобразования Единичное и поворот вокруг диагонали на 180 градусов А сколько преобразований переводят ее в другие вершины? Четыре преобразования, считая единичное Таким образом, порядок группы D4 Группы квадрата равен 8 Ну, мы и так знали, что порядок группы Dn равняется 2n Мы это в прошлый раз проходили там, посчитали элементы А вот давайте более сложную группу Группа тетраэдра Группа вращения тетраэдра, которая у вас в задании есть Сколько в ней элементов? У тетраэдра есть ось третьего порядка Которая совпадает с высотой Это C3 Есть ось второго порядка, которая соединяет между собой Два противоположных ребра Середины двух противоположных ребер Вот я в прошлый раз рисовал такую гантельку Чтобы проиллюстрировать, что такое зеркально-поворотная ось Вот как раз они так вот пересекаются Скрещиваются под прямым углом эти два противоположных ребра Если середины соединить, это будет ось второго порядка C2 Ну и вот много-много таких вращений Третьего, второго порядка Сколько всего таких разных преобразований вращений Имеется в виду Давайте посмотрим, сколько преобразований оставляет вершину верхнюю на месте Ну три преобразования Это ось третьего порядка Едничная на 120 и на 240 Умножить на Теперь сколько преобразований эту вершину тетраэдра Во все остальные вершины тетраэдра перевод Включая единичные Четыре Получается 12 Ну давайте еще один пример Здесь же рассмотрим Это О! Группа октаэдра Она же группа куба Дело в том, что октаэдр и куб являются дуальными многогранниками Если взять середины Грани куба Соединить между собой Вот ровно центры То получится вписанный октаэдр И если теперь крутить по-всякому Куб, то октаэдр будет так же крутиться У нее группа одна и та же Поэтому группа куба отдельного обозначения не имеет Так ее и называют Группа октаэдра Какой порядок у группы октаэдра? Какие у куба есть элементы симметрии? Ну вот есть ось второго порядка Такая же С2 Которая соединяет середины противоположных ребер Середины противоположных ребер Есть очевидная ось четвертого порядка С4 Которая соединяет середины противоположных граней И есть менее очевидная ось третьего порядка Давайте отдельное нарисую Чтобы не путалось возьмем какую-то вершину и отложим по единичке по всем трем координатам по ребру отложим по единичке и вот посмотрим, что у нас за фигура такая здесь образуется в сечении поскольку мы всюду по единичке отложили то получился треугольник, у которого каждая сторона корень из двух то есть это равносторонний треугольник значит вот через эту вершину перпендикулярно плоскости треугольника проходит ось третьего порядка С3 ну вот, есть С4, С2, С3 ну в общем много-много осей сколько элементов, в какой порядок у группы возникает вопрос, с помощью правых смежных классов мы сейчас на этот вопрос ответим, у нас есть ось третьего порядка, проходящая через вершину а теперь вопрос, сколько классов какой индекс сколько вершин только и такой индекс, то есть 8 умножить на 8 надо 24 элемента в группе октаэдра и в группе, она же группа куба вот для чего нужны правые смежные классы просто для того, чтобы хотя бы для того, чтобы считать порядки разных геометрических точечных групп, которым подчиняются симметрии молекул пункт 2 инвариантная подгруппа H инвариантная подгруппа если любого G из группы H равняется G на H на G в минус 1 Смотрите, я опять пишу раз уж мы договорились, пишу элемент групп, потом множество, потом опять элемент ну так и будем писать, ровно те же правила это значит, надо перебрать всю подгруппу но это не значит, что каждый элемент H маленькая останется самим собой а просто мы возьмем любой элемент H маленькая, сделаем с ним такое преобразование он останется где-то в подгруппе в другой какой-то возможный элемент перейдет может в себя, как уж как уж повезет единичка точно в себя перейдет, например а другие куда угодно могут попасть обозначается так H является инвариантной подгруппой то есть вот этот знак меньше замыкают получается такой треугольничек на боку как это понять вот это вот G на G в минус 1 это такое преобразование если бы это были матрицы, то все понятно это было бы преобразование подобия такие матрицы называются подобными ну вот в этом смысле это такое преобразование подобия ну более общее, чем то, которое среди матриц давайте свойства напишем свойства первое не давайте не надо свойства не надо значит инвариантная подгруппа позволяет позволяет сделать вот что давайте попробуем как бы мыслить абстрактно давайте теперь посмотрим на правые и левые смежные классы если подгруппа инвариантная то правые и левые смежные классы совпадают если H инвариантная подгруппа в G то G на H равняется H на G давайте какие-нибудь для определенности правые я это доказывать даже не буду ну вот видите это отсюда следует прямо давайте я правые и левые смежные классы любые возьму правые смежные классы например и теперь каждый класс буду считать элементом нового какого-то множества вот свойства этого множества мы сейчас изучим множество правых смежных классов для того чтобы структуру этого множества придать давайте определим бинарную операцию H на G1 вот такой класс надо умножить на другой класс H на G2 на правый смежный класс что получится ну поскольку G маленькое и H большое всегда можно переставлять мы только что тут написали давайте переставим так и определим равняется по определению H на G1 G2 вот так определим я три палочки поставлю даже здесь это определение давайте проверим что вот то что вот получилось у нас является группой для этого надо проверить все аксиомы группы алгебраическая замка то есть очевидно ясно что если мы два класса перемножим мы тоже какой-нибудь класс и получим вот просто по этому определению H на G1 G2 вот тот класс и получим ассоциативность ну она следует из ассоциативности в самой группе да давайте H на G1 H на G2 H на G3 перемножим ясно что она будет второе существование единицы H умножить на 1 это вот можно обозначить это вот за такую жирную единицу это и будет единица в этом новом множестве состоящем из классов и третье H на G в минус 1 пусть это это есть H на G в минус 1 степени как это доказать ну H на G в минус 1 степени равняется G минус 1 H минус 1 это H в смысле все элементы заменить обратными то обратные заменятся прямыми и подгруппа останется собой собой а теперь можно эти а теперь G минус 1 H можно переставить местами H на G минус 1 вот и все третье свойство доказать то есть мы определили обратный элемент если его теперь умножить на H на G то получится единица H на G в минус 1 умножить на H на G равняется H на G минус 1 на G а это как раз у нас есть и есть единица вот такая которую я обозначил такой жирной единицей это единица той вот новой группы и так вот это вот множество состоящее из множеств оказалось группы при таком определении операции это очень нетривиально это Галуа придумала это надо было когда-то додуматься а теперь когда мы изучаем все равно сложно но уже легче чем придумать и так вот ПСК образует группу группу которая называется фактор группы и обозначается так GPH как знак деления дробная черта GPH вообще-то фактор множества в математике встречается не только в теории групп везде встречается если грубо объяснять качественно так это значит с точностью до мы хотим какими-то там деталями пренебречь зажмурить глаза и вот грубо расклассифицировать чего-нибудь вот тогда фактор множества возникает фактор группы это означает что уже с точностью до вот этой подгруппы ну не смотрим мы на эту подгруппу давайте рассмотрим какой-нибудь пример пример будет такой давайте проверим C3 вот эта самая которая у нас была что она является инвариантной подгруппой в D3 ну что нам надо вот это 1RR в квадрате это соответственно вся группа нам надо проверить взять вот R в какой-то степени ну скажем R а здесь поставить P и P в минус первый P минус первый это тоже P и проверить что опять получилось какой-нибудь R в какой-то степени ну давайте проверим для этого нам надо вот сюда R переставить будет P в квадрате R в квадрате P в квадрате единицы значит будет R в квадрате то есть R переходит в R в квадрате при таком преобразовании подобия ну соответственно R в квадрате давайте напишем это будет P в квадрате R в четвертой то есть будет R R в квадрате в R переходит при таком преобразовании то есть все подгруппа переходит сама в себя ну если вы домашнюю задачу сделаете и левые смешные классы посмотрят то они тоже совпадут естественно с правыми это мы формально доказали и так C3 является вариантом а теперь неформально докажем давайте пусть это треугольник вот мне не выдают треугольники вот там в лаборатской комнате поэтому но зато у вас воображение пусть это треугольник давайте верхнюю часть этого треугольника красным закрасим чтобы она отличалась от нижней части что такое C3 это мы вращаем треугольник плоскости красный остается сверху а P PR мы переворачиваем все уже незакрашенные стороны сверху становятся значит мы что мы должны сделать мы должны G G-1 сделать то есть перевернуть это P покрутить сколько-то раз и перевернуть обратно и красная сторона вернется останется сверху вот поэтому это соответствует тому что мы R там или R в квадрате как-то повернули что-то сделали плоскости то есть это инвариантная подгруппа вот мы так доказали чисто геометрически теперь давайте что такое будет D3 по C3 в этой группе будет всего два элемента и они будут так такие красные сверху или красные сверху осталось это единичное преобразование а это будет P вот такая группа 1 единичка будет и давайте P большое обозначим вот так вот такая вот группа такая что P в квадрате равно единичке красный перевернули это P два раза перевернули опять красный сверху то есть вот это фактор группы она C2 ну если совсем хотите строго у себя в конспекте напишите изоморф на C2 ну мы пишем равно потому что все группы договорились изучать с точки изоморфизма значит мы пренебрегаем тем как именно повернут треугольник только закрыли глаза зажмурили точнее и смотрим красная сверху сторона или красная снизу сторона и вот это и есть фактор группа вот так треугольник или перевернутый треугольник всего два элемента в этой группе это это фактор группа нам пригодится уж точно там я потом сегодня же в конце лекции расскажу для чего нам нужна но еще нужнее она вот в чистой математике в те кто изучает группы вот почему потому что мы возьмем давайте я определю простая группа же простая группа если не содержит инвариантную подгруппу инвариантных подгрупп вот есть простые группы которые например группа у которой порядок простое число вот все у нее нет никаких инвариантов вообще никаких подгрупп нету кроме тривиальных то есть у некоторых групп нету инвариантов а у некоторых есть. Давайте, если возьмём какую-то огромную группу с огромным порядком, найдём инвариантную подгруппу, если она есть, и по ней профакторизуем, то есть найдём фактор группы. Это опять какая-то группа уже меньше и легче изучать. Давайте опять найдём инвариантную подгруппу и по ней... И так будем понимать до тех пор, пока всё в какой-то момент не найдётся. Вот тогда останется простая. Ну, это примерно как простые числа, если мы простые группы вот эти вот как-то расклассифицируем, то для всей теории групп это будет конечных, это будет большая подмога. И вот эту факторизацию используют для классификации простых групп. Ну, давайте мы не будем это спрашивать на экзамене, не бойтесь, это просто я расскажу в качестве иллюстрации классификационные теоремы. Что такое классификационные теоремы? Пример первый. Давайте я два примера приведу. Первый пример – очень простая теорема, а второй – очень сложная, чрезвычайно сложная. Очень простая теорема такая. Все дискретные подгруппы H, V, O, 3, N, D истерпываются списком. С, N, D, N, T, O, Y. СО3 на ДР – это группа вращения трехмерного пространства. В прошлый раз мы это говорили. Группа матриц 3 на 3 с определителем единицы ортогональных. S означает, что определительница, О, что матрица ортогональная, R, что вещественная. Вот эта группа непрерывная, у нее три угла вращения, из угла Эйлера, например, да? И она непрерывная, континуальная такая, у нее размерность тройка. А эти группы дискретные. Вопрос, какие дискретные подгруппы есть? То есть какие есть у молекул или у геометрических фигур в трехмерном пространстве разные группы. Если только вращение брать, вот не брать отражение. Оказывается, их не очень много. Есть ЦН и ДН. Это группа циклическая. Это просто группа вращения в треугольник или нугольник в плоскости. ДН – это ось Н-тового порядка, и к ней еще перпендикулярная ось второго порядка. Это типа Д3, Д4, которые мы сегодня рассматривали. Такие вот называются серии. А эти называются… Это вот у них индекса нет. Вот одна такая группа есть, и все, в данном случае три такие группы. Они называются парадические. Т – это группа тетраэдра, которую мы сегодня уже рассматривали. Спорадические. Ну, у него сами по одна такая есть, вот все, спорадические, да. Это не серия. Это вот, там нет никакого индекса. Вот такие вот, можно их предъявить, вот они существуют, и все. Это группа тетраэдра, которую мы сегодня рассматривали. Группа октаэдра, которую мы тоже сегодня рассматривали. И Y мне рассматривали. Это группа и косаэдра. Ну, мы знаем, что пять платоновых тел есть, а не три. Ну, вот октаэдр и куб мы уже объяснили. Они друг по отношению к другу являются дуальными многогранниками. У них группа одна и та же. Точно так же одна и та же группа у додикаэдра и косаэдра. Додикаэдр я вам нарисую как-то так условно. Он из пятиугольников стоит, там футбольные мячи такие делают. А косаэдр, это теперь надо к нему дуальный. То есть середина этих пятиугольников надо соединить между собой. Выток и косаэдр. Вот у них есть своя группа. В Ландау и Лишице написано, что таких молекул не встречаются. На самом деле встречаются, наверное, тогда давно, больше 50 лет назад, не встречалось. А сейчас такие молекулы есть, тоже важная группа. Ну, вот три спорадические всего группы, которые соответствуют нашим пяти платоновым телам, пяти правильным многогранникам. И две серии. Вот и больше ничего нет. Это очень простая теорема, то есть, ну, там, надо лекцию, конечно, потратить, или пол лекции на ее доказательство. Мы доказывать не будем, но в печатном варианте лекции есть доказательство. Вы вполне разберетесь. И пример второй – это чрезвычайные сложности теоремы. Это теорема классификации простых групп. Я даже ее формулировать не буду. Простые группы. А вот 17 серий, 26 спорадических групп. А это теорема чрезвычайной сложности. В связи с этой теоремой, кстати, вот у вас философия была, возник философский вопрос. Никто не смог ее целиком доказать. Ее разделили между собой несколько университетов, и каждый кусочек свой доказывал, а потом собрали вместе, получилось там 10 четвертой страниц текста доказательства. Это в начале 80-х годов произошло. Я помню, как спорили все. Поэтому, а до этого все теоремы кто-то прочитал и проверил доказательства. А тут ни один человек целиком-то всего не читал. И вот считать ли доказательством каждый кусок проверен, а все вместе через одного человека не проходило. Вот тогда был такой философский вопрос. Ну, тем не менее, в конце концов, наверное, упростят доказательства. Самая большая из них, вот из этих спорадических групп, это так называемые чудовищи Фишера, у которого 10-54 примерно порядок, вот такая существует, вот и все, простая группа, можно доказать. Ну, простые числа могут быть сколь угодно большие, простая группа есть максимального размера, ну, не считая серии. Вот так вот, такого типа теоремы. Ну, это все, иначе, иначе, иначе. Вот, но мы, это только иллюстрация, не буду я их спрашивать, просто мы в этом месте двинемся дальше. Нас интересуют не вот эти вот классификации, а нас интересуют приложения физики. И поэтому мы, что, перерыв? Ну, давайте, перерыв. Все вопросы, которые задавались, были на одну и ту же тему, про фактор группы. Действительно, эта идея очень нетривиальная, я с удовольствием объясню еще раз. Вот вопрос был такой, а чего это я вот сейчас доказываю вообще, что здесь такое пытался доказать, и почему я написал аж на один равняется какая-то жирная единичка, а не аж? Аж это было бы, так сказать, очевидно, а почему-то я не это написал. Я делаю такую нетривиальную вещь. Я взял группу, разбил на правые смежные классы, вот на этот, на этот, на этот. А теперь сами классы я объявил элементами нового множества. Ну, это, конечно, множество состоящее из класса. Теперь я определил на них операцию. Вот оно, определение операции. А теперь я доказываю, что у этой операции все три свойства, как у группы. То есть у нее есть ассоциативность, есть единичка, вот жирная единичка я обозначил такой класс, h умножить на 1 или h на g1, как мы здесь писали. Вот самый первый класс я обозначил жирную единицу. Это h и есть, да. Но теперь это, она играет роль единицы в новом этом множестве со структурой группы. И последний обратный элемент, естественно, h на g минус 1. Все, если все это есть, то этого достаточно. Это значит уже группа. Группа, состоящая из классов. То есть мы группу разбили на классы, из них опять составили группу. Вот такая вот нетривиальная идея. Эта группа называется фактор группы. Пожалуйста. Вот мы определили. Мы явно ввели. Нет, мы могли бы доказать, что она существует, но мы здесь-то ничего такого не делали. Мы явно вот написали, прям конструктивно это называется в математике. теперь двигаемся дальше. Третий пункт у нас, то, что я по ошибке даже уже начинал рассказывать, это сопряженные элементы. сопряженные элементы. Пишется так, а сопряжено b, если существует такое g, чтобы а равняется g на b на g в минус 1. это определение очень похоже на инвариантную подгруппу, но оно принципиально отличается, ничего общего не имеет с тем определением. Почему? Потому что здесь существует такое же. Там для любого же подгруппа остается на месте относительно преобразования подобия. А тут один элемент переходит в другой после преобразования подобия. Давайте проверим свойства. Первое свойство. А сопряжено с а. Как я это докажу? Мне надо найти вот тот элемент g, который а и а сопрягает. это единичка. Это свойство называется рефлексивность. Второе свойство. Если а сопряжено с b, то b сопряжено с а. Это свойство называется симметричность. Как доказать это свойство? Ну вот, давайте вот на это равенство посмотрим, на определение. Как доказать? Ну, надо справа на g умножить, а слева на g в минус первой. Тогда будет b равняется g в минус первой на а на g. Все. g минус первой тот элемент, который их сопрягает. Все. Значит, если а сопряжено, б сопряжено с а. И третье. Если а сопряжено с b, а b сопряжено с с, то а сопряжено с с. Это называется транзитивность. Транзитивность. Транзитивность это ну, как слово транзит, переход. Одно переходит. Если а с b, а b с с, то а с с тоже сопряжено. Как это доказать? Ну, тут самое пишем. А равняется g на b на g в минус первой. b равняется h на c на h минус первой. Тогда а равняется g на h c h минус первой на g в минус первой. И равняется g на h на c на h минус первой g в минус первой. И равняется g на h на c. А тут будет g на h минус первой. Чтобы минус первую степень возводить, со множества или переставляться в этом семинаре доказывали наверняка. Ну, вот g на h сопрягает а и с. Вот мы доказали транзитивность. Эти три свойства как бы таки простые вроде, но когда они все вместе, они очень важные. Они такое, вот у нас есть объекты, там теории множат, в самых основаниях математики, а между ними есть какие-то отношения. Вот это вот волнистая линия, вот такое отношение, которое обладает такими тремя свойствами, называется отношением эквивалентности. свойства отношения эквивалентности очень всего одно, но очень важное. Любое отношение эквивалентности разбивает множество на непересекающиеся классы. Но это доказывается в основании, к математике по-простому берет множество, берем один элемент и от него смотрим это отношение, строим все элементы, которые ему эквивалентны. Вот этот, этот, докуда удается этими связями дотянуться. Потом выдергиваем всю эту цепочку этих элементов, с которыми это связано, и дальше множество, а еще один элемент находим в оставшемся, в остатке минуты, его связываем. И это тоже. Не может так быть, чтобы два таких выдернутых нами кусочка были между собой связаны, потому что по рефлексивности, симметричности, транзитивности только так может быть. У каждого свои там есть с ним эквивалентные, а других нет. То есть у нас такое свойство одно даже уже было, правые смежные классы, они как раз по теории Милогранжа не пересекались либо совпадали. Любое отношение эквивалентности делит на непересекающие классы, но надо понимать, что классы будут совсем другие. Вот эти классы, которые по этому отношению возникнут. Класс сопряженных элементов сопряженных элементов будем писать класс сопряженных элементов КСВ. Вот это множество всех элементов, которые сопряжены данному. элементов группы сопряженных данному. Давайте сформулируем чисто геометрические правила, а как в молекулах определять, какие элементы сопряжены. Понятно, в группе в какой-то абстрактной вы будете просто искать эти, представлять между собой эти буквы и искать геометрические элементы. А если группа всего лишь геометрическая, геометрия геометрического тела или молекулы, то можно чисто геометрические. По определению сопряженных элементов у нас видно, что это А и Б это одно и то же преобразование, выполненное в разных базисах. Если это геометрическое тело, то это просто матрица, вот все эти элементы, это просто можете считать, что матрица. Три на три. Вот давайте я нарисую. Возьмем, значит, поворот вокруг оси ЦН на угол Фи, который равен 2П делить на Н. Вот эти два поворота на угол Фи вокруг двух разных оси сопряжены между собой или нет? Ну, точно, точно я могу сказать, на разные углы не могут быть сопряжены повороты. Это не есть один и тот же поворот в разных базисах. А вот если на один и тот же угол, то если мы можем каким-то преобразованием ЦН в ЦН штрик перевести, потом вокруг не повернуть, а потом обратно, это будет Ж в минус первый. И все, мы сопрягли эти два элемента. Таким образом, геометрическое правило первое будет такое. Повороты на один и тот же угол сопряжены. Давайте фи не буду писать. если в группе имеется преобразование, переводящее одну ось в другую. Я написал, что два преобразования, поворота на один и тот же угол вокруг различных осей сопряжены, если в группе есть преобразование, переводящее одну ось в другую. А теперь второе правило. Это уже по поводу одной и той же оси. повороты вокруг одной оси на фи и минус фи сопряжены. Если вот смотрите, вот у нас поворот на фи есть и поворот на минус фи. как поворот на угол фи превратить в поворот на угол минус фи. Есть два способа. Один. Давайте перевернем ось. То есть пусть будет у нас здесь с2 ось второго порядка припендикулярной данной. Тогда мы перевернем и вот на картинке видно, что фи превратится в поворот на минус фи. И другой способ такой. Давайте вот у нас СН есть в поворот на угол фи. Пусть у нас еще имеется зеркальная плоскость, которая проходит через ось. Мы знаем, что в точной группе зеркальная плоскость может проходить через ось или быть перпендикулярной оси. Если мы в перпендикулярной плоскости отразим поворот, то он останется на фи, сами понимаете. А вот если в плоскости проходящей через ось отразим, то он в поворот на минус фи превратится. Потому что многие люди думают, что зеркало меняет правое на левое, а на самом деле меняет переднее на заднее. Поэтому в горизонтальной плоскости ничего не изменится. У нас был поворот на фи, там в зеркале мы тоже увидим на фи поворот. А вот если проходящая через ось, вертикальная плоскость сигма В, которую мы обозначали, то тут будет на фи, а там в зеркале будет навстречу поворот. Передняя на заднее изменилась. Значит, если первая А, то есть имеется С2 перпендикулярная ЦН и Б имеется сигма В. Вот только в двух случаях. Если вы не нашли ничего такого, то у вас не сопряжены эти повороты. У вас будет задание и задача, где в тетраэдре надо будет понять повороты на 120 и на минус 120 градусов сопряжены или нет. Вы там будете искать либо плоскость, либо ось второго порядка перпендикулярные данные. Пример D3 любимая группа для всяких примеров. И небольшая, и уже нетривиально устроенная, потому что она уже неабелева. Давайте в группе треугольника сначала с единицей разберемся. Единицы ничего не сопряжены, только сама себе. На кое же J1 не умножай, она никуда не сдвинется. Поэтому единицу нарисуем отдельно в отдельной клеточке. Это уже целый класс сопряженных элементов. R и R в квадрате сопряжены или нет? Ну, мы уже проверяли, что R это P на R в квадрате на P. Через P они сопрягаются. Чисто алгебрически мы знаем. А давайте геометрически проверим. R и R в квадрате поворот на 120 и на 240 он же на минус 120. На минус 120. По второму правилу на F и минус F. Сопряжены или нет? Да, поскольку есть второго порядка перпендикулярная C3. Ну, те самые медианы являются осями второго порядка, которые перпендикулярны оси третьего порядка. Значит, здесь мы разместим R и R в квадрате. Они тоже в одном классе сопряженных элементов. Теперь давайте P, P, R, P, R в квадрате. Мы тоже уже проверяли, переставляя чисто алгебраически, что они сопряжены. Но теперь давайте геометрически проверим. У нас P, P, R и P, R в квадрате это повороты на 180 градусов вокруг трех разных медиан. Там вокруг одной медианы вокруг другой, вокруг третьей. Сопряжены ли они между собой? Это повороты вокруг разных осей на один и тот же угол. Первое правило. Надо посмотреть, есть ли в группе преобразования переводящие одну из другого. Конечно, есть поворот на 120 и на 240 градусов. Все медианы друг к другу можно перевести. То есть, они все сопряжены. поэтому P, P, R и P, R в квадрате мы в третьей строчке таблицы напишем. Вот я специально нарисовал как пьедестал почета, чтобы увидеть, что они сильно отличаются от правых смежных классов. Они, например, разной величины эти классы сопряженных элементов. Не надо их путать. Правые смежные классы, например, всегда все одинаковые между собой. Поэтому там всякие теоремы делимости. А тут они какого угодно размера могут быть. очень важно уметь делить группу на эти классы сопряженных элементов. Скоро мы поймем зачем и почему это важно. Все. Переходим к четвертому пункту. Это представление. в этом месте мы заканчиваем как раз абстрактную теорию групп. Мы ее начали сегодня. Сегодня же уже закончили. Нас интересует не группа вообще абстрактная, а нас интересует как их применять физики. Для этого надо как-то записать элементы группы в виде матрицы. Вот вся наука о том, как записывать элементы группы в виде матрицы, называется теория представлений. Что же такое представление группы? Строго гамма гамма морфизм. Это гамма морфизм. G в D от G это матрицы G N N N Я не буду писать, что они могут быть на поле комплексных чисел, либо над поле действительных чисел. Будем только над поле комплексных рассматривать матрицы. То есть вместо элементов группы написали какие-то матрицы. Если это удалось сделать, гамма морфизм означает, что это отображение сохраняет операцию. Понимаете, что если здесь вот есть элементы G1, G2, то тогда D от G1 G2 равняется D G1 на D от G2. То есть вот это я просто написал еще раз вам определение гамма морфизма. D вот эта матрица от произведения двух элементов это произведение соответствующих матриц. Ну и все, тогда нам не надо эти сложные правила коммутации порождающие элементы помнить. Все, матрицы перемножаем, это каждый помнит, как матрицы перемножать. Есть в теории группы еще другие представления, но мы будем только матричные представления, поэтому будем говорить просто представления. Вообще, есть ли хоть одно представление, может это я так сочиняю, определение дал, объекта такого и нету. Есть единичное представление, это пример. Вот такое представление. Давайте все элементы группы, любой, отобразим в число, равное единице. Это матрица один на один. И проверим, что это гомоморфизм. Действительно, dg1 на dg2 это dg1 g2, все в единицу. dg1 единица, dg1 вот здесь это единица, это единица, это единица. Все единицы. Все, я доказал, что существует, но тут радоваться особо нечего, какое-то оно странное, да, вот это представление, которое существует, какое-то оно неинтересное, да. А вот для того, чтобы отделить эти интересные от неинтересных, вводит точное представление. Точное представление это изоморфизм. Тут все элементы группы склеиваются в одну единичку, а изоморфизм значит всем разным элементам группы, разные матрицы отвечают. И наоборот, изоморфизм, это когда гомоморфизм является взаимно однозначным отображением, взаимно однозначное отображение, сохраняющие операцию. Вот если такой изоморфизм получился, то это называется точное представление. Ну, конечно, могу привести пример точного. Это регулярное представление. Пример. Регулярное представление. Что это такое? Конечную группу можно записать в виде таблицы умножения. Давайте все элементы группы пронумеруем. Едничный элемент напишем, если группа порядка n, напишем единичную матрицу n на n. Порядок группы n, тогда единичку группы отобразим в n. Едничную матрицу n на n. А дальше какая-то следующая строчка, первая строчка это единица умножить на все, это же остается. Вторая строчка p или r умножить на все, что-то там получается. То, что получают строчки, как мы помним с прошлой лекции, те же самые элементы только в другом порядке. Давайте этот порядок как-то зафиксируем в виде подстановки. Первый элемент переставляется на третий вместо второго, на четвертый, так вот и напишем. И этой подстановкой подействуем на единичную матрицу. То есть переставим строчки единичной матрицы так же, как вот эта соответствующая строчка таблицы умножения переставляет элементы нашей группы. По каждой строчке построим свою матрицу. Все эти матрицы будут получены из единичной путем перестановок строк каких-то. Вот эти все матрицы получены из единичной представляют группу точное представление называется регулярное представление. Оно есть у оно такое теоретическое значение имеет для доказательства теорем используется никому оно конечно не нужно регулярно только доказывает что точнее существует размерность представления размерность представления dimdg это просто размер матриц то есть просто вот матрицы там 5 на 5 получается 5 мерное представление говорят прямая сумма d от g равняется d1 от g плюс d2 от g что это такое представление вот тут стоит d1 от g а тут стоит d2 от g это такая блочно-диагональная матрица состоящая из двух матриц но они могут быть разного размера и размерность такого представления равняется сумме размерности ну просто вот так вот в такую блочную матрицу напишем и все это и будет прямая сумма двух представлений а теперь эквивалентные представления d1 и d2 эквивалентны если существует такая матрица v что d1 равняется v на d2 от g вот я здесь написал от g не случайно я иногда пишу иногда не пишу для краткости но здесь я написал d от g а не написал v от g v это константа эта матрица не зависящая от элемента группы существует такая одна v на всех вот если взяли два представления и смотрим оказалось что есть такая матрица которая все матрицы одного представления приводит к матрицам другого представления тогда мы говорим что представления эквивалентны это тоже отношение эквивалентности понятное дело ну так такое же как вот там у нас было чуть чуть выше на сегодняшний лекций поэтому оно делит всем представлений на непересекающиеся классы то есть имеет смысл только какой-то один класс изучить а все остальные они точно такие же и представления обычно изучают с точностью до эквивалентности естественно какой же выбрать эквивалентных представлений естественно которое самое простое о вот тут то возникает приводимое представление представление dj называется приводимым если оно эквивалентно в прямой сумме d1 aj плюс d2 aj ну или что то же самое это d1 d2 это такая блочная диагональная матрица два замечания сделаю первое в высокой науке еще рассматриваются представления вполне приводимые которые такому виду а если здесь какие-то еще элементы есть константы то это называется просто приводимое она называется а так она называется вполне приводимое они отличаются друг от друга это все тонкости они отличаются только для бесконечных дискретных групп которых мы не изучаем поэтому мы тонкостями вот это просто называем приводимым когда к блочно-диагональному виду приводится естественно это вид наиболее простой привели к такому виду все это это и будем изучать второе замечание такое весь семестр мы будем заниматься тем что будем там находить неприводимые представления а определение мы сейчас не даем и вот на экзамене могут спросить а что такое неприводимое представление если человек толком не учил это материал он роется в память а там нету ничего там пустое место в том месте где должно быть определение неприводимого но если сильно захотите то пожалуйста это такое представление которое ни в каком базе не распадается вот в прямую сумму двух других представлений вот его можно назвать неприводимым но мы здесь не даем определение приводимого только дальше и так вот мы в таком виде представили представить наиболее простой вид теперь d1 d2 давайте тоже попытаемся в наиболее простом виде и так далее и в конце концов мы разобьем наше представление вот такую прямую сумму неприводимых представлений цель я напишу разложить представление прямую сумму неприводимых и вот мы дальше в следующей лекции будем учиться это делать для этого надо нам сначала научиться сами неприводимые представления понимать сколько в группе какие неприводимые представления есть у данной группы ну хотя бы для нехитрой группы я не собираюсь вас там чудовище фишер учить но хотя бы для группы треугольника и тетраэдра надо уметь это делать вот я что хочу сказать поэтому давайте мы сегодня сформулируем свойства представлений скорее всего на этом лекции закончится ну если останется время то я конечно еще что-нибудь могу рассказать но лучше вот просто сформулировать и на этом поставить точку первое свойство все неприводимые представления абелевая группы одномерны прокомментирую что абелевая группа называется группа которая кроме вот этих трех свойств еще и коммутативность есть то есть АВ равно БА вот если группа коммутативна то все тогда у нее только одномерные неприводимые то есть матрица вообще приводится к диагональному виду не площадь диагональному а к настоящему диагональному любая матрица группа приведется к такому виду второе количество неэквивалентных неприводимых представлений я так буду сокращать равно числу классов сопряженных элементов то есть вот в группе треугольников из примера например глядя который еще я не стер где педестал почета мы видим что три всего неэквивалентных неприводимых представлений бывает у группы треугольников больше нету никаких третье сумма квадратов размерности неприводимых представлений равна порядку группы ну или в виде формулы сумма по альфа н альфа в квадрате равняется порядку группы н альфа равняется дим д альфовая а дж вот я то же самое написал в виде формулы за н альфом обозначили размерность альфового неприводимого представления мы их пронумеровали там д первое д второе ну сверху пронумеровали в скобочках чтобы ничем не путалось и после этого вот взяли квадрат и сложили и получил должна всегда получаться одна и та же лично порядок группы вот этих двух свойств обычно хватает чтобы у нехитрой группы найти все размерности я уже не могу говорить у простой потому что простая это уже жестко зафиксированное нечто поэтому я говорю у нехитрой группы четвертое представление фактор группы есть представление исходной группы фактор группы всегда поменьше порядок имеет его не легче найти или мы там уже заранее знаем неприводимые представления или она Абелева совсем хорошо как в нашем примере фактор группы АВЦ2 вообще Абелева ее там ничего не стоит найти все представления все одномерные все они уже точно являются неприводимыми представлениями самой искусственной группы и нам останется там какие-то найти но часть мы уже сразу заранее знаем если нашли инвариантные подгруппы и фактор группы вот для чего мы изучали это основное понятие фактор группы в Ландау нету но вещь нужная если матрица матрица коммутирует со всеми матрицами неприводимые представления то она скалярная кто не помнит что такое скалярная матрица все помнят что такое скалярная матрица ну матрица пропорционально единичная давайте я напишу в виде формы а равняется лямда е то есть не просто диагональная скалярная это диагональная у которой по диагонали еще одинаковые числа стоят шестое если матрица а связывает два неприводимых представления d 1 g на а равняется а на d2 g то вот слово связывает вот определить вот что-то такое взяли все матрицы dg означает что в g перечисляем а это соотношение остается матрица а g вот связывает то есть они кстати прямоугольными могут быть эти матрицы а если представление разных размерностей она все равно связывает то либо а равно нулю либо размерность d1 равняется размерности d2 и d1 эквивалентно d2 то есть если матрица связывает два неприводимых представления то она либо нулевая либо ну понятно что она вот и есть та матрица которая они эквивалентные она вот это и есть эта матрица v которая связывает два представления просто та самая матрица перехода к тому к другому базису в котором это самое то есть либо так либо эдак эти два свойства нужны для доказательства других свойств они называются лемм и шура именно про них писал ландау что вот что не нужно доказывать лемму шура в самые общие формулировки поэтому я доказывать не буду раз ландау призывал не доказывать но для любознательных в конце лекции есть приложение где все доказано ну не буду я делать это здесь и седьмое свойство называется соотношение ортогональности неприводимых представлений так так мне хватит места чтобы написать формулу давайте что-нибудь сотру лучше вот сюда перейду просто я крупно напишу потому что она важная сумма по всей группе D альфа ВАДЖ комплексно сопряженная на D бета ВАДЖ вот давайте такую сумму по всем G вычислим равняется G наверное альфа дельта альфа бета а еще давайте поставим эти здесь вот ЕЖ а здесь КЛ индексы то есть это не просто матрицы это элементы этих матриц будут дельта и К дельта ЖЛ если представление неприводимые то вот выполняется такое соотношение ортогональности что бы оно означало у нас вот есть эти матрицы давайте возьмем матрицы которые всем элементам группы отвечают из матрицы выберем элемент стоящий на пересенье третьи строки второго столбца это вот координаты ЕЖИ это адрес это улица и номер дома элементы этой матрицы вот если взять все эти элементы с одинаковыми двумя номерами и записать друг за другом по всей группе так сказать это будет такой как бы вектор вот эти векторы соответствующие разным элементам они именно ортогональны то есть если одновременно И не равно К то есть улица и номера домов не совпадают что-нибудь не совпадает то ноль скалярное произведение а если совпадает тогда не ноль тогда еще надо смотреть равно ли альфа и бета альфа и бета это номера неприводимых представлений если из разных неприводимых то все опять ноль эти векторы в сферную ортогональность если они только одному представлению прижат вот тогда у них будет какое-то скалярное произведение скалярный квадрат который равен порядку группы делить на размерность неприводимых представления это размерность альфа и альфа это вот и есть альфа то есть мы должны разделить порядок группы Ну, это и будет квадрат длины вот такого вектора, составленного из элементов с двумя одинаковыми индексами всех матриц группы. Хорошо. На сегодня всё.